Вы слушаете радио Болткома. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии, интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то выскажу, что там. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день всем, кто с нами, всем, кто присоединился к нашему эфиру. В эфире Радио Болтком. В рамках проекта «Культурная линия» гость, писатель Алексей Иванов. Здравствуйте, дорогой Алексей. Как слышно? Здравствуйте. Вроде бы хорошо. Да. Книги Алексея Иванова становятся бестселлерами. Их включают в учебники по литературе. По ним пишут научные работы, снимают кино. Обо всем об этом мы поговорим обязательно в рамках нашего эфира. Эфир веду я, Ольга Авдевич. В студии со мной моя коллега Наталья Захарьят. Здравствуйте. Звукорежиссер Родион Золотарев. И эту программу мы подготовили в сотрудничестве с нашими коллегами, журналистами медиаклуба «Формат А3». Журналисты, читатели, радиослушатели присылали нам свои вопросы. Мы постараемся оперативно пробежать по всем вопросам, задать их. Начнем мы с новой книги, которая вышла буквально неделю назад. Книга называется «Тени тефтонов». Действия разворачиваются на балтийских территориях. Поэтому мы чувствуем себя как-то исторически причастными к этому пространству. Уже через неделю эта книга появится в Латвии. Так что мы поздравляем писателя и с выходом книги, и с премьерой аудиосериала. Вы тоже нам расскажете, что это за формат такой. И, Алексей, как бы вы сами определили для нас, для читателей, о чем ваша новая книга, которую мы ждем? Я сначала скажу, что вообще-то книга должна появиться уже завтра в сети «Полярис». То есть не придется ее ждать целую неделю. О чем моя книга? Ну, знаете, любую книгу можно считывать на разных уровнях сложности. Если брать уровень сюжета, то книга о событиях 1945 года в Прибалтике, точнее в Восточной Крусии, в городе Пилау, который сейчас называется Балтийск. Это Калининградская область. А если брать философский, что ли, план, то это книга о нашем взаимоотношении с историей. О том, что история имеет тенденцию к повторению, но настоящая история – это всегда движение вперед. А если история повторяется, то это уже, скажем так, прописки сатаны, если пользоваться технологией из моего романа, то движение вперед – это движение к Богу, а движение назад – повторение – это движение к сатане. И неважно, какими соображениями мы руководствуемся, когда хотим повторить историю, в любом случае это слово. И вот как раз вопрос от представителя книжной сети «Полярис» Марка Гурьева. Он спрашивает, во время работы над романом «Тени Тевтонов» какие открытия лично для себя вы сделали во время творческих командировок, когда вы изучали территорию самолично в Калининград, в Польше и вообще вот эти балтийские территории? Слушайте, для меня вообще все было открытием. Я не так уж и хорошо знаю историю Прибалтики. Я в первый раз в Прибалтике, ну точнее в Риге, побывал в 89-м году, но побывал я там просто как турист, ничего особенного не увидел и не запомнил. А вот по-настоящему плотно я приехал только года 2-3 назад в первый раз в Прибалтийские государства. Вот и для меня все было открытием – и природа, и история, и люди, и культурное наследие. Мне все было необыкновенно интересно, и все было удивительно. И передо мной открылся просто целый мир, и для Толи мне в общем не видимо. Ну и еще один вопрос от сети «Полярис». Когда только-только узнали название вашего нового романа, а у вас в Риге очень много читателей-поклонников, действительно, которые следят за вашим творчеством, вот «Тени Тевтонов», мы немедленно вообразили, что Ливония не останется в стороне. Но, увы, в романе фигурирует, судя по всему, только Орденская Пруссия. Вопрос такой. Если вы впечатлили с Тевтонской темой, не хотели бы все-таки поездить по Латвии, Эстонии, по территориям Ливонского ландмастерства Тевтонского ордена, вот это наша территория, чтобы написать еще один роман. Вот, к примеру, от Ивана Грозного, Ливонской войны, к старобрядцам, которые у нас здесь обосновались, когда бежали из России, через империю, через СССР, в современность. Вот такой читательский запрос. Вот я так и знал, что меня в этом спросят. Но, знаете, вот одному человеку всего не хватит. Это столько всего разного интересного, что надо целенаправленно заниматься, ну, практически с нуля этой темы. И, да, я писал, безусловно, о Тевтонском ордене, но Ливонская часть его, она жила, в общем, самостоятельно. Она была инкорпорирована в Тевтонский орден, можно даже сказать, насильно, в воле Патуринской, без желания самого Тевтонского ордена и, в общем, без желания жителей вот этой части, когда это был Орден Меченовцев. Ну, и в последующем Орден Меченовцев все равно старался вести самостоятельную политику и чувствовал себя отдельной частью. Вот, это, безусловно, очень интересная часть истории, но это во многом самостоятельная часть. То есть она только косвенно сочетается с историей Тевтонского ордена. И для описания этой истории нужен отдельный подход и, видимо, отдельный автор. Меня уже на это не хватит. Алексей, а в этой новой книге вы обратились к теме Отечественной войны. А что лично для вас значит эта тема? Ну, я уже человек немолодой, оба моих деда воевали. И для меня Отечественная война – это всегда и боль, и гордость, как, в общем, для любого внука-ветерана. Поэтому мое отношение к Отечественной войне не может быть пересмотрено. Но я понимаю, что мое отношение, оно уже, скажем так, немножко архаичное. Я не скажу, что неправильное, но оно действительно архаичное. Дело в том, что у современных молодых людей, у тех, кому сейчас 20 лет, кто знает о войне во фильме Т-34, для кого война – это нечто вроде игры в танчики, вот у них отношение к Великой Отечественной уже несколько иное. К тому же эти молодые люди – это жители более обширного мира, более обширного пространства между именем Советском Союзе, в их возрасте. И для них Великое Отечественное – это уже часть Второй мировой, часть всемирной истории. То, что для нас является нашей, скажем так, национальной трагедией, для них является общей национальной грамотой. Вот, и я писал свой роман, исходя из их восприятия Великой Отечественной войны. Я думаю, что это очень важная художественная задача. Быть может, она еще и не осмыслена обществом, во всяком случае, культурой точно не осмысленной. Но это сделать надо. Великая Отечественная война уходит в прошлое, и мы раскрываем свои границы. И нам нужно пересматривать отношения к войне. Не в том смысле, что пересматривать блоги и прочие вещи, а просто формировать более целостное представление об этой части нашей истории. Вопрос из Вильнюса. Альгис Каланта, журналист. Что для вас значит история? И могут ли писатели, хорошо изучив и творчески погрузившись в историю, предвидеть будущее? Вот вы говорили, спираль или движение вперед? По поводу предвидения будущего. До определенной степени, конечно, можно, но всегда надо помнить, что история не повторяется. Нам кажется, что она повторяется. Но на самом деле нет, не повторяется. Вот поэтому уж совсем точно предвидеть будущее, опираясь на знание истории, невозможно. Хотя только те черты, безусловно, узнаваем. А что для меня история? Ну, понимаете, вот историк может для себя сформулировать концепцию истории и всегда в своей работе этой концепции следовать. Я не историк, я писатель. Мой инструмент не факт, а образ. И поэтому я меняю свои концепции истории в зависимости от того произведения, которое я пишу. А концепции истории может быть много разных, точнее, есть много разных. На самом деле никто же не знает, что такое история. Но самое очевидное, как сказать, народное мнение истории это воля царей, князей, королей. Религиозная концепция истории это воля Бога. Как Бог захотел, так и случилось. Концепция Марса от истории это борьба классов. Например, концепция Льва Толстого от истории это раевое движение народа. Льва Гумилева своя концепция истории была. История это всплески кассионарности, которые управляют жизнью народа. Была концепция, точнее, существует концепция Ричардов-Блокинза. История это борьба информационных комплексов. Есть, например, постнаборнистская концепция в фоменке Иносовского, сформулированная ими, ну не сформулированная, а воплощенная ими в другие новые технологии. История это фейк. На самом деле никакой истории нету. Есть планированный во многих обличиях расказ об одних и тех же событиях, но помещенный в разные эпохи. Когда я пишу роман, я вынужден придерживаться той или иной концепции истории. В данном случае, в случае тени и текстонов, я никакой концепции не придерживался. Вот, например, когда я писал роман «Роман Пищевод», я придерживался концепции Догинза. Когда я писал роман «Тобол», я придерживался, скажем так, марксистской концепции, то есть истории этого ряботства. Хотя по логике, ну неправильнее, а предполагалось бы, что я поддерживал концепцию Гумилёва. И так далее. То есть я, как писатель, могу себе позволить разные концепции истории в зависимости от своего произведения. Спасибо. А вот если говорим не об писателях, которые работают с историей, а о писателях, предсказавших будущее. Вот Брэдбери, 450 градус по Фаренгейту. Вот мы сейчас смотрим и начинаем осознавать, что как-то вот очень быстро всё это начинает реализовываться. Вот буквально события последних дней, когда все бурно обсуждали информацию, что на Украине, как оказалось, запрещены Булгаков и Акунин. Оказалось, что действительно, ну не весь Булгаков, а конкретное издание «Мастера и Маргарита», не весь Акунин, а только «История государства российского». Там есть такое специальное управление, называется «Разрешительные процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госком телерадио». Это уже Оруэлл, 1984. И вот там есть такой официальный перечень книг из России, которые запрещены. Квозу на Украину. И с 2017 года он пополняется. И сейчас там 310 книг. И под номером 309 в этом списке «Тени Тевтонов» Алексея Иванова. Знали ли вы об этом? И как вы считаете, почему эта книга не угодила этому министерству правды? Первый раз слышали. Ну, про имя, что ли? Да, да. Хотите, мы вам... В Латвию она поступит только на следующий день. Она из типографии только вышла. Но под номером 309 из 310 ваша книга там уже включена и запрещена. А рынок на Украине читательский большой. Там много русских читателей, которые хотели бы прочитать вашу новую книгу. Ну, круто, конечно. Там вообще ни про Украину, ни про украинцев нет ни слова. Ну, ну, ладно. Не знаю, мне кажется, что это дело ведь не в рынке, там никаких финансовых потерь. Ну, это просто глупость. Чем иным это объяснить невозможно. Глупость – это вообще страшная сила. Я уже говорил о том, что глупость сейчас становится главным злом в нашем новом, нынешнем мире. Мире новых коммуникаций. Потому что в традиционном мире, скажем, еще там 70-80-х годах прошлого века, ну, что такое была глупость? Глупость – это была там неправильная или недостаточная информация. То есть глупость, она калечила мир, но все-таки не влияла на его суть. А сейчас в мире новых коммуникаций глупость становится информационной технологией. Она уже не калечит мир, а создает лживую, хорошую картину мира. Поэтому глупость стала более опасной, чем она была прежде. Ну, в данном случае еще одно проявление глупости. Но что еще сказать? Всю дорогу в человеческой истории то одни, то другие книги запрещали по каким-то зачастую даже абсурдным причинам. Вот я помню, когда я был школьником, нам на уроках литературы говорили, что вот в Российской Америке запрещен роман Марка Фейна «Приключение диквиды и фильмы». Причем действительно он был запрещен, но запрещен вовсе не потому, что Америка российская, а запрещен, потому что Америка боролась с российством. А в этом романе используется слово «некр». То есть факт был нам изложен правильно, а интерпретация его была сложная. Я не знаю, чем руководство из Моукраини, но запрещен, 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 конечно, нет. Но вы знаете, там была очень хорошая компания. Там и Зощенко, и Хлебников, и переписка Николая II, например, с Матильдой Кшесинской почему-то, и Юрий Поляков из современных романов «Сенчин», детские книжки Остера. Ну вот теперь «Тени тефтонов». И вопрос, перейдем к другой теме, вопрос от журналиста Елены Смеховой. В прошлом году на встрече с считателями в Риге вы сказали, что главная драма нашей эпохи это не политические перетурбации, а взаимоотношения человека и интернета. Сейчас пандемию, когда нас всех засадили по домам, эти отношения стали единственно доступными. И к чему, по-вашему, они могут привести? Ну, знаете, дело не в пандемии. Я говорил об отношениях, а не о способе коммуникации. В пандемию интернет стал основным нашим способом коммуникации. Но способ коммуникации и отношения – это разные вещи. Дело в том, что когда для нас основным способом коммуникации, например, становятся соцсети, формируется новый тип личности. Тип личности, когда для человека нерой всех вещей является уже не человек, так сказать, общетеоритически, а он сам. Человек строит свою жизнь по стратегии самовыражения. И, скажем так, новый статус стратегии самовыражения как основного способа существования – это и есть свидетельство взаимоотношения человека и интернета, перехода законов интернета, законов онлайна в офлайн. А то, что мы стали больше общаться через 170 месяцев из-за пандемии – это вещь, приходящая и, по большому счету, не очень важная для истории. Сейчас так, через некоторое время по-другому. Но то, что мы начинаем в своей реальной жизни жить по законам интернета, по законам существа – это очень важно. Спасибо. Ну а в чем вот, что лично вас задевает? В чем вы чувствуете какую-то, скажем, может быть, опасность для человека в этом? Если человек во главу картины мира ставит самого себя, вот не, скажем так, собакутность мнения людей вообще, человечества или профессионалов в той или иной сфере деятельности, а вот просто свое мнение, то это разрушает систему георархии. То есть выстраивает такую систему георархии, когда самое главное – это мнение самого человека. То есть, по сути дела, георархии нет. А вся наша культура и вообще вся наша жизнь – это и есть разные георархии. Вот, скажем, что такое свобода? Свобода – это наличие множества георархий, в которых человек может выбирать себе место по вкусу, по выгоде и так далее. Вот, перемены иерархии – это и есть свобода. А в статалитаризме иерархия только одна. Вот при анархии иерархии нет вообще. Если мы отменяем институт иерархии, то есть если мы во главу всего ставим свое собственное мнение, то воцаряется хаос. И то, что мы начинаем жить по законам онлайна, это свидетельствует о том, что наша жизнь организируется, двигается к хаосу, нарастает энтропия, и это нехорошо для человеческой культуры. Может быть, человеческая культура выработает какие-то иные механизмы существования и противодействия этой среде. Но следа предполагает то, что в конечном итоге все придет хаосу. Следующий вопрос вам, как автору «Тотального диктанта». Что вам дал этот опыт в свое время? Какие впечатления открытия принес? Да, в общем, ничего особенного мне «Тотальный диктант» не дал. Я и раньше писал диктанты, и даже диктовал диктанты. Дело в том, что «Тотальный диктант» я воспринимаю не как, скажем так, проверку собственной грамотности, не как способ проверить собственную грамотность у всех, кто участвует в этом диктанте. Я воспринимаю «Тотальный диктант» как некую гражданскую акцию, гражданское заявление о том, что мы люди, мы пишем по правилам, мы живем по правилам. Вот наличие правил делает нас людьми. И в данном случае речь шла о правилах русского языка, но говорилось о правилах вообще. И «Тотальный диктант» был способом заявить, что наше человеческое общество должно подчиняться законам. Вот единым для всех. Это важное гражданское высказывание, и поэтому я принял участие в «Тотальном диктанте». Спасибо. И в продолжение темы вопрос от газеты «Латвийские вести». Вы в прошлом были учителем, и что вы думаете о современной школе? И в частности, ваше мнение о перспективе перевода образования в онлайн-формат? Вы знаете, я был учителем в таком далеком прошлом. И школа была принципиально иной, и времена были совсем другие. Мое мнение о современной школе, оно совершенно некомпетентное. Я не знаю, чем живет современная школа, как она живет. Но по поводу онлайна я могу сказать, что это немыслимо. Потому что школа — это всегда живое общение учителя с учеником. А в таком формате живого общения быть не может. Но это не я один говорю. Это все, кто так или иначе соприкасался с проблемой обучения, все понимают, что обучение может быть только личным. А онлайн-обучение лишь в качестве дополнительной меры, но ни в коем случае не исполняется. Спасибо. Теперь у нас блок вопросов о кино. Газета «Суббота». Как обстоит дело с экранизациями ваших романов? «Общага на крови», «Сердце», «Пармы», «Согласцы». Что еще в кемиематографических планах? И когда мы увидим эти фильмы, что там, как дела идут? Все обстоит благополучно. Фильм «Общага на крови», он называется просто «Общага», полностью готов. Я не знаю, когда его покажут. Это зависит от ситуации с пандемией. Сериал «Пищевод» тоже полностью готов. Его покажут, видимо, в мае. Фильм «Сердце. Пармы» на финальной стадии. Он будет показан, видимо, в конце этого года или, может быть, в начале следующего. Но, кроме того, у меня купили права на экранизации других произведений. Романа «Будли не то», Романа «Золота Бунта», еще каких-то... Ну, вообще, практически все в них купили. То есть, работа идет, и в ближайшем будущем можно ожидать каких-то интересных результатов. Кое-что я уже смотрел, кое-что еще не смотрел. Вот, например, фильм «Общага» я смотрел. Это мрачное и мощное кино. Вот «Пищевод», например, я смотрел «Отоливочками». Это интересная работа режиссера Станислава Подгоевского. Точно так же «Отоливочками» я смотрел и фильм «Сердце Пармы» Антона Гердичева. Это тоже очень сильная и необычная работа. Очень профессиональная. Ну, поживем, увидим. Интересно, а вас пишут, что вы практически никогда не вмешиваетесь в съемочный процесс, когда делаются фильмы по вашим романам. Это правда ли это? И на каком этапе, может быть, режиссеры начинают с вами консультироваться? И, соответственно, какой из фильмов по вашим романам наиболее вам близок? Вот если проанализировать уже все, что снято, какой наиболее близок к вашему авторскому замыслу? Понимаете, фильм – это всегда отдельное произведение. Нельзя его суетить по близости к авторскому замыслу. Автор у фильма – режиссер. И такой замысел был у фильма. Это надо спрашивать у режиссера, а не у меня. Моя сфера ответственности – роман. Я считаю, что фильм не должен следовать роману букву в букву. Литература и кино – это разные виды искусства. И при переводе произведений из одного вида к другой неизбежны искажения, неизбежны потери, неизбежны какие-то превращения. Это надо понимать изначально. Поэтому я не вмешиваюсь в работу режиссера. Это его продукт, его сфера ответственности. Если режиссер меня о чём не спрашивает, то, конечно, я отвечаю. Если не спрашивает, то я с своими комментариями всё это не делаю. Пусть он сам делает свою работу так, как считает нужным. А я вместе со всеми зрителями подожду результатов и оцениваю этот результат. Но, может быть, и другая форма существования писателя-финематографии – это когда писатель – автор сценария. Не автор романа первоисточника, а именно сценарий. И вот когда писатель – автор сценария, он соавтор. Соответственно, он несёт ответственность за качество финального продукта. И он должен вмешиваться в работу, отстаивать свою точку зрения, доказывать свою правоту. И когда я автор сценария, я проявляю себя очень активно. Обычно это заканчивается ничем. Режиссёр всё равно делает так, как считает нужным. Но, если уж он совсем на портачи, то я просто снимаю с китров фильма, как это было в случае с фильмом и сериалом. Понятно. Вот интересный факт, что о связи, вашей связи с нашей Латвией. В двух фильмах по романам Алексея Иванова центральные женские роли сыграли рижанки. Воспитательницу в фильме «Географ Глобус Пропил» сыграла Евгения Крэкжде, актриса Вахтанговского театра. А в картине «Табол», упомянутой, роль пленной немки сыграла Агата Муценица, одна из самых красивых киноактрис молодых в России. А вот интересно, просто есть ли какие-то фильмы по вашим романам, которыми вы, скажем так, легли вам на душу, и вы их пересматриваете? Вот хотя бы два раза посмотрели. Да, конечно, есть. Это и «Географ Глобус Пропил» Александра Ремельдинского, и сериал «Ненастя Сергеевна Сулика». Я с удовольствием их пересматриваю. В некоторых случаях, даже лично для меня, как для автора, актеры, которые сыграли в этих фильмах, заместили тот образ персонажа, который у меня был, когда я писал роман. Это означает, что режиссер сделал все очень правильно. А вот смотрите, в сердце Пармы вы сказали, что это в конце года, мы можем уже ждать премьеру. Евгений Миронов там играет крестителя Иону, а Федор Бондарчук – князя московского Ивана Третьего. А вот кого вы сами в ваших фильмах считаете таким удачным попаданием в образ? Вот вы начали говорить, кого вы назвали из любимчиков? Удачным попаданием в какой образ? В тот образ, который у меня в романе, или в тот образ, который создан в фильме? Например, Виктор Слушкин, главный герой моего романа «Географ-блогус-копел», он не совсем тождественен. Виктор Слушкин из фильма Александра Березинского. Вот Константин Хабинский великолепно сыграл главного героя в формате фильма. В формате романа герой несколько иной. В формате фильма все-таки, да? Я считаю, что подавляющее большинство актеров справилось замечательно. Безусловно, это и Константин Хабинский, и Александр Яценко, и Александр Горбатов. Я много могу перечислять, там, и Александр Робак, и так далее. Это актеры, которые создают ансамбль фильма. Спасибо. Следующий вопрос о книге «Быть Ивановым». Это очень интересный такой формат ответа на вопросы читателей. То есть 15 лет вы собирали вопросы читателей с того момента, как открыли свой сайт. Они вам писали, вы им отвечали. И вот скажите, как более из чем 4 тысяч вот этих сюжетов вы отобрали темы для книги? И какие темы, скажем, с течением времени в диалоге с читателями менялись? Это работа, скажем так, достаточно техническая, потому что многие вопросы, они там либо повторялись, либо это были вопросы, ну там, 7-минутники, потому что «Где у вас будет следующая книга?» те можно купить, о чем обычно спрашивают писатели. Я отобрал большие интересные вопросы, точнее вопросы с большими интересными ответами, ответами, которые не устарели на день сегодняшний. И потом посмотрел, что получилось, и уже вот получившийся массив я разделил на темы. То есть не то, чтобы я сначала взял тему, а потом стал подбирать ответы по этой теме. Нет, изначально были, ну был сам подбивок. Вот таким образом получилась эта книга. Спасибо. Вопрос из Вильнюса от журналиста Галины Афанасьевой. В книге «Быть Ивановым» нет ответа на вопрос, из каких идентичностей состоит сам Алексей Иванов. Как часто бывают между ними, Алексеем Ивановым, конфликты и идентичности Алексея Иванова? И как вы достигаете душевного равновесия? Ну знаете, идентичность – это не то, чтобы растяжимое понятие, но человек – это комплекс разных идентичностей, смотря по какому критерию человек себя оценивает. Там есть, например, национальная идентичность. По национальной идентичности я русский человек. Есть, например, региональная идентичность. По региональной идентичности я уральность. Есть там конфессиональная идентичность. По конфессиональной идентичности я православный и так далее. Если человек хорошо разбирается в себе, умеет анализировать себя, то между его идентичностями конфликта не бывает. Потому что конфликт между идентичностями называется шизофрения. Так что я тут не вижу никакой особенной проблемы. Любой разумно изменяемый человек умеет находить консенсус внутри себя между своими людьми частями. А душевного равновесия как вы достигаете? Душевного равновесия я достигаю поработать. Это мой единственный психотренинг, как Юрия Лентанского помогу. Есть замечательное стихотворение, что работа – это главное спасение. Не помню дословно, но я повторял в течение дня «Спаси меня моя работа», «Спаси меня», «Спаси меня». Для меня спасение – это работа. Это, кстати, уральская, горнозаводская юридичность. Попад с работой. Не деньгами, не властью, не славой, не пьянством. Вы сказали, что вы уралец. У вас был очень интересный с Леонидом Парфеновым документальный проект «Хребет России» назывался. Об Урале. Скажите, а если была бы возможность сделать документальный проект, то на какую тему вам интересно было бы сделать? Еще раз. У меня было много замыслов документальных проектов. Ничего кроме «Хребет России» не реализовалось. Ну и сейчас я уже не буду этим заниматься. Но тем не менее, идеи остались. Мне бы, например, хотелось сделать большой документальный проект по Кугачевскому восстанию. Поехать по всему кругу Кугачевщины, по всей России, от города Уральска в Оренбурге до Царицыно, где восстание было подавлено. Вот этот проект, например, он включал бы и в Балтику. Потому что главный сподвижник Кугачева-Салават Илаев сидел в тюрьме города Роггервик. Хороший замысел у меня, например, был подобного же фильма о протокопе о вакууме. Тоже проехать всеми путями о вакууме. Интересно было бы, например, рассказать о 90-х годах в городе Екатеринбурге. Ну и многие другие и географические, и исторические явления в России здорово бы звучали, если бы о них можно было бы рассказать в том формате, в котором мы сделали «Хребет России». Но, увы и увы, все эти проекты не остались. Ну, вы знаете, если бы про протопопа о вакууме вы делали проект, вы обязательно бы приехали к нам в Ригу, потому что именно в нашей старообрядской общине были обнаружены его рукописи впервые. Это такой нешироко известный факт. Так что, пожалуйста, если что, обязательно к нам. И вот вы сказали, по идентичности вы русский, православный, уралец. В ваших книгах вы очень много рассуждаете на тему души. Вообще, вот критик Лев Данилкин, он сказал, что он постоянно создает истории спасения души. И вот литературоведы некоторые считают, что по Иванову душа – это есть национальная идея для России. Вот вы согласны? И что такое русская душа по Иванову? Так, сначала начнем с национальной идеи. По поводу национальной идеи я категорически не согласен. Я вообще противник каких бы то ни было национальных идей, точнее, одной национальной идеи – идеи общей для всех. Россия – слишком сложно устроенный мир. Люди живут по-разному, люди являются действительно разной идентичности. Никакой общей национальной идеи у них быть не может. У каждого сообщества должна быть своя идея. А суть России в том, чтобы таких идей было много, чтобы расцветали все цветы. Вот тогда Россия, собственно говоря, и станет Россией. А когда она вся подверстана под какую-то одну идею, ну это тоталитаризм, это мы уже повторили, ничему хорошему это не пригодит. Вот, а вторая часть вашего вопроса была о том, что такое Душа. Знаете, я затрудняюсь сказать, что такое Душа. Вот, и для меня это набор неких глубинных нравственных переживаний человека, всегда соизмеряемый с высшей истиной. Вот, то есть Душа для меня не сакральное явление, хотя я порой и описываю её как вещь сакральную, как мы принадлежали в романе «Золото-думка». Но, тем не менее, лично для меня это не сакральное явление. Но это очень важная вещь, которая определяет поведение человека, ну, скажем так, по отношению к истории и к истине вообще. Спасибо. А вот, опять, если вернуться к Уралу, на самом ли деле вот жизнь в российской провинции вот так ужасна, как её вот иногда рисуют в прессе? Я думаю, что она ещё ужаснее. Во всяком случае, ни одно из своих произведений, описывающих жизнь в провинции, я не могу назвать чернухой, потому что в реальности жизнь ещё ужаснее. Я не описывал её в полном кошмаре, поскольку, ну, просто не поверили бы. И так-то не верил. А если уж со всей правдой, то вообще-то шмар хвост. Вопрос от журналиста Натальи Лебедевой, как раз в продолжении уже затронутой темы. Ваша цитата. Мы, как всегда, если что-то делаем, берём такой разгон, что не только финишную ленточку рвём, но и трибуны со зрителями сносим. А в чём, по-вашему, заключается русский характер? Вы знаете, я не верю в русский характер, в какую-то русскую уникальность и так далее. Я считаю, что русский характер ничем не отличается от немецкого, или от французского, или от английского. Различаются системы ценностей, а не характер. Характер там это, ну, не знаю, имперантный. Ну что, русский холерик чем-то отличается от французского холерика? Нет, оба слушающие люди. Различаются системы ценностей. Для представителей какой-то нации, какой-то культуры главная ценность одна, а для представителей другой нации культуры главная ценность другая. Вы можете сравнить, например, пожаров в доме русского человека. Что русский человек будет вытаскивать в первую очередь? Детей. А пожаров в доме, ну, я не знаю, например, папуаса. Что вытаскиваете папуасу? Жену. Ну что ж, на новых детей нарожает. Вот это разница в ценностях, а не в характере. Разница в ценностях где-то условно присутствует. А разница в характере, они естественные, природные. И как-то обобщать в виде русского характера или нерусского характера не имеет смысла. Есть, конечно, определенные национальные кемпераменты, но кемпераменты не характер. Вопрос из Вильнюса. Журналист Галина Афанасьева. Значит, в какой эпохе и стране, то есть пересечение, если взять пересечение времени и места, вы хотели бы жить? Для меня вполне устраивает моя нынешняя жизнь. Так что я бы хотел жить здесь и сейчас. Для меня очень важна информационная насыщенность в моей жизни. Поэтому я не хотел бы жить в прошлом, даже в недалеком прошлом, в том прошлом, в котором не было, например, сотово-связи, интернета и так далее. Мне там было бы скучно. То есть мне интересно сейчас. И еще мы начали с того, что попросили вас рассказать о премьере аудиосериала, о том, как ваша книга вышла сначала в формате аудиосериала. Вот расскажите, что это за формат? Формат аудиосериала не тождественен просто звуковой книге. То есть когда автор написал книгу, а потом артист ее красиво прочитал. Аудиосериал, он строится на несколько иных основаниях. Скажем, аудиосериал, он всегда делится на части, ну, как бы на серию. Внутри каждой части существует такая своя небольшая внутренняя гематургия, чтобы каждая серия была в какой-то степени отдельным сюжетом. А в конце должен быть какой-то такой поворот сюжета, чтобы он цеплял слушателя и заставлял его желать слушать дальше. А в кино-драматургии, точнее, в сериальной драматургии, эта штука называется Клифф Хантер. То есть, ну, зацепка. Вот по такому принципу строится в драматургии аудиосериала. То есть это как бы тот же самый сериал, который ты слушаешь, а не смотришь глазами. Это во-первых. А во-вторых, есть отличия аудиосериала и на речевом уровне. То есть текст для аудиосериала должен быть не совсем таким, каким бывает обычный текст. Он должен быть более чётким, более гнятным. Програжение должно быть немножко покороче. Речь должна быть более яркой, так чтобы слушатель за речью сразу видел картинку. Такие требования, с одной стороны, ограничивают писателя, с другой стороны, дают ему другие иные средства художественной выразительности. Лично для меня формат аудиосериала очень интересен и, скажем так, приятен, потому что я и сам в своей художественной эволюции двигался в этом направлении. То есть я делал свою речь более ёмкой, более краткой, более энергичной. Мне так нравилось. Я и в тех произведениях, которые я писал мне для аудиосериала, уже уходил от такой барочной, цветистой видуточности речи своих давных произведений к речи уже более сухой и энергичной. Вот и когда мне предложили делать для аудиосериала, я с удовольствием принял это предложение, потому что это именно то, к чему я и шёл. А что это за компания, которая выпускает аудиосериалы? Где его искать? Это компания Starytale. Это большая международная компания, у которой огромное количество там произведений и подписчиков. Вот она пришла в Россию года, два или три назад назад, и начала экспансию на российский рынок аудиосериала. И расскажите, пожалуйста, буквально на днях у вас запланирована презентация вашего нового романа в Калининграде. То есть как она пройдёт? Всё-таки сейчас ещё карантин и пандемия, а у вас уже такой ивент запланирован. Ну да, тем не менее, с соблюдением всех медицинских норм, там, дистанций, массов и так далее, но мы решили всё-таки провести это мероприятие. Оно пройдёт в кафедральном соборе Калининграда, то есть в Калининском здании, по-моему, 13 века. Мне это очень приятно. Я считаю, что этот роман я в первую очередь должен представлять на той территории, на которой я его и придумал, то есть в Калининградской области. Вот, собственно говоря, вот такая фигура в сериалов. А инициаторы, то есть те, кто вас приглашают, это ваши какие-то калининградские читатели? Ну и калининградские читатели, и администрация Калининграда, Министерство культуры Калининградской области. И, наверное, в первую очередь, областная научная библиотека Калининградской области. Это она первая вытащила меня в Калининградскую область, познакомилась со столием Калининградской области и заразила своей кистонской заразой. После чего я и решил написать этот роман. Ну, мы по-хорошему вам очень завидуем, потому что у нас жёсткий карантин продлён сейчас ещё до апреля. Вот, и мы будем надеяться, что когда снимут карантин, вы сможете приехать к нам в Латвию провести презентацию и в нашем сети русской книги в Полярисе. Ещё раз напомним, что уже завтра книга поступает в продажу, и книжные магазины со следующей недели вроде бы нам обещали, что будут открыты, вот это совпадение таких хороших новостей. Ну и в заключении, может быть, вы что-то такое хорошее пожелаете своим прибалтийским слушателям, читателям, которые сейчас нас слушают? Что же я могу пожелать, кроме хороших книг? Разумеется, я желаю интересного чтения. И в сети Полярис я желаю процветания, потому что это замечательная сеть с таким мощным культурно-трейдерским наполнением. Ну и я желаю жителям Латвии, и русским, и нерусским, больше знакомиться с историей своей замечательной страны. Там каждый найдёт для себя что-то близкое и интересное. Спасибо, всего доброго. В эфире Радио Болтком был писатель Алексей Иванов. Это был эфир в рамках проекта «Культурная линия» совместно с журналистом и медиаклубом «Формат А3». И желаем читателям хороших книг. Всего доброго, спасибо огромное. Спасибо. Мы знаем, вы слушаете.